Рабский труд, вот то, что делает Санек. Сам клиент может мне лично позвонить и сказать, типа, какого черта... Кстати, блин, можешь этот попить, да? И так пить хочется. Ну, можешь открыть, да? В Питере плюс 25 градусов, у меня черная футболка, сзади огромнейший рюкзак с едой. С этой квартиры не предупреждали о вашей визите. Скажите, что ты Яндекс.Заставка? Я Яндекс.Заставка. Короче, в итоге получилось так, что я выхожу из парадной в слезах. Подожди, 9 тысяч за месяц ты получил? День добрый. Это Яндекс.Курьер вас беспокоит. Я вот здесь вот на ресепшене стою. Не доставай. Прикалываешься? Нет, не прикалывай, доставай, это тебе. Углеет. Извини. Чего извините? У меня панический шок. Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин. И вот, знаете что, вот вы можете, когда захотите. На прошлом ролике я попросил вас поставить 10 тысяч лайков. И мы набрали эти 10 тысяч лайков и даже больше чутка. А мы набрали 11. Поэтому, друзья, я, как и обещал, сегодня целый день проведу вместе с доставщиком из Яндекс.Еды. Во-первых, покажу, как устроена его работа. Во-вторых, может быть, намучу какие-то промокоды на бесплатную еду. В общем, чуть более подробно узнаем, как устроена вот эта вот доставка внутри. И я не был бы Александром Жучкиным, если бы не прокачал его жизнь. Поэтому, друзья, я для него приготовил такую охренительную тему, что вот я прямо стою и жду, думаю, поскорее бы мы с ним поработали. И в конце рабочего дня я, наконец-то, ему вручу эту штуку. Танек. Здорово. Здравствуй. Ну что, как у тебя дела, как начинается твой рабочий день? Я только что зашел в смену, мне уже кинул первый заказ. Уже первый заказ? Да. А что, как начинается твой рабочий день вообще? Что нужно сделать? Эвакуироваться из дома и не проспать. Ну, смысл в том, что у тебя есть какое-то приложение, да, в которое ты заходишь и куда сыпятся все заказы, да? Так, я посмотрел. Ну, в принципе, отсюда недалеко. Чикен, наггетс 20 штук, соус. Ну, сколько там стоимость? 602. 602 рубля. Ну, классическая цена, приблизительно. Ага. А тут рядом, надо перейти дорогу, чипа 6 минут хотя бы. Ну, недалеко. Ну, короче, все рядышком, поэтому это будет, наверное, первый быстрый заказ. Мы опоздали на одну минуту. Что сейчас должно произойти вообще, расскажи. Сначала пробиться заказ, потом по этому человеку будут обрабатывать все эти городские ингредиенты. Что там? Соус, наггетсы. Ну, ладно, конечно. Что, мы забрали заказ, что мы дальше делаем? Что по плану? Так, я должен принять и пойти прямо в том направлении. Друзья, мы подошли, третий подъезд. Тут, видимо, живут одни кошки, потому что тут, может, это доставка кошкам, слушай? Кошки, вы заказывали из Макдака еду? Вот он. Это, получается, твой сегодня первый заказ, да? Ага. Чаевых тебе не дали. Но за этот заказ ты получишь сколько? 70 рублей? 50. 50 рублей за этот заказ ты уже получил, да? Да. Получил. Сейчас мы, получается, ждем еще один заказ, какой-то следующий, да? Да. И начинаем так же его выполнять. Да. Окей. Пришел заказ в Макдак. Ага. Короче, заказ на 700, почти на 800 рублей. 15 минут для того, чтобы это все доставить. Ну, собственно, мы уже уже Макдака, поэтому я думаю, что мы уложим все это время. Че думаешь? Ну, да. Как тебе работа в Яндексике вообще? Ну, по-разному бывает. Ну, в принципе, меня устраивает. Санек говорит, что он получает там в районе, типа, там, тысяча-полторы в день. У всех такая зарплата? Или, типа, как работаешь? Ну, каждая работает по-разному. То есть, 4 часа может работать, может и 12. У тебя устраивает твоя зарплата, да? Ну, по зарплате, да, мне устраивает. Это холодное. То есть, как я понял, холодное ты будешь нести в руках, да? Ну, во-первых, места мало, и я не хочу это проливать. Ну, а если что-то не доложили в заказ, то сам клиент может мне лично позвонить и сказать, типа, какого черта у меня там не оказалось, к примеру, чего-то там из соусов или, может, один напиток не доложили. Я там буду сразу звонить в холдсеттер, и говоришь, типа, ну, извините, в ресторане забыли доложить какой-то предмет. Понятно. А потом клиенту звонят и договариваются с ним. Может, скидку дадут. Или, ну, что-то в таком духе. Понятно. Санюх, расскажи, какие вот плюсы есть в работе Яндекс доставщиков? Хм... Сжигание калорий. Это раз. Прогулка на свежем воздухе. Особенно, если это зима, да, это же жест. Зимой трудно было работать? Это вот постоянно замерзали губы, хотя у меня такого никогда не было. Ага. Постоянно потели ноги в сапогах, потому что, ну, надо было же периодически менять обувь, а то постоянно то ли промокаешь, с температурой работать. Ага. Ну, и, короче, очень холодно бывает, если без перчаток, потому что, когда валит снег, а ты должен постоянно работать с этим андроидом, Ага. Если ты не можешь прожать вовремя заказ, тебе могут за это тоже шторфануть. Нельзя вообще не принимать его в течение. Нельзя вообще не принимать, да? Нет, нужно сразу принимать, как его получилось. Сразу. А что будет, если ты не примешь его? Ну, я не принимал в течение 10 минут, в итоге мне вышло штраф 1000. О, ничего себе. Да, серьезно. Я тоже от этого еще ничего не понимал. По мне это даже слишком. Ага. Кстати, блин, можешь этот попить дать? Так пить хочется. Ну, можешь открыть, да? Нет. А, блин, это все откроет. Ну, блин, а тебе хотелось когда-нибудь реально... Я обалдел. Хотелось когда-нибудь съесть еду, которую ты доставляешь? Или ел? Обалдеть. Я раньше об этом никогда не задумывался. Да ладно. Серьезно, я вот сейчас только себе это открыл. Что, типа, можно съесть еду? Да. Кстати, если отменяют, да, то ты сможешь съесть эту еду самостоятельно. То есть, если, например, мы сейчас... Я сейчас делаю заказ, да, и отменю его, то мы можем бесплатно поесть. Или как? Была такая фишка в остине, типа, курьер сам заказывал на какой-то адрес, в итоге те курьеры, которые знали об этом, брали этот заказ, ну, точнее он получал и типа шел по такому-то адресу. А потом звонил какого-то по неизвестной причине, ой, извините, у меня, типа, денег нет, наличка, можете отменить заказ? И типа этот заказ отменяют, получают сам курьер, ну, да, и типа приходят к остальным и делятся с едой с курьерами, кто голодный. Ну, сейчас у меня хотя бы дно сухое, мне это уже нравится. Ну, что делать в таких ситуациях, когда ты реально не знаешь, куда идти? Ну, вот смотри, вот смотри. Вот нам нужно вот пойти вот в это здание, видя, или нам придется звонить самому клиенту, говорить, типа, я не знаю, где вход. Ой, извините. Короче, прикол в том, что моя мама как бы устраивается на работу, потому что у нас слишком много ужасного произошло в нашей жизни. Она просто заболела, не очень удачно. Пытаемся поддержать маму, потому что мама хочет выйти на работу. И вот она пытается, у нее, ну, потихонечку, ну, получается. С этой квартиры не предупреждали о вашей визите. Скажи, что ты Яндекс.Заставка? Я Яндекс.Заставка. Я понимаю, вчера за вас, но они не звонили, ничего не говорили, извините. Ну, норм. То есть, что это означало? Либо мы не туда пришли? Нет, все правильно. Либо что? Ну, позвонить надо тогда, получается, заказчику? Это очень странная тема. Нет, у меня такой первый раз. Кто позвонил, скажу, чтобы она позвонила Корсержу. Здравствуйте, это Яндекс.Заставка. Извините, у нас такая проблема. Вы можете позвонить Корсержу и сказать о том, чтобы меня впустили во двор? К вам. Извините, пожалуйста, вы можете мне открыть? Типа, он попросил, чтобы кто-нибудь из здешних. Странная. Странный человек, который живет в доме и не может открыть тебе дверь. И мы просим просто прохожих помочь зайти во двор. Это очень странно. Все Корсержки ведьмы хамят. Меня даже одна Корсержка настолько до слез довела. Знаете, я тоже был как бы не в настроении. Может, я тоже как-то не очень красиво поступил. Короче, она реально взбесилась, что стала такая психованная. А что произошло? Из-за чего у вас сама суть? Типа, я ей сначала говорил, какая квартира. Она типа как будто глухая. Я ее, наверное, раз сто повторял. Потом как-то получилось, что я, наверное, как-то неправильно высказался. И поэтому она типа... Вы все такие тупые. Что-то в таком духе. Ужасное поколение. Ля-ля-та-па-ля. Короче, в итоге получилось так, что я выхожу из парадной в слезах. Ну что? Пожалуйста, говорите после сигнала. Серьезно? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Проходите. Из элитного дома решил заказать себе просто похавать макдак. Правильно? Хотя, знаете, макдак, в принципе, нормальный, темно, вкусный. Что скажешь, Савик? Я люблю кушать в маке. Добрый день. Добрый. Это холодная парадная. Это горячая. Спасибо. Приятного дня. Вот вроде бы, да, мы пришли в такой элитный достаточно домик, да, и все равно не дали чай. Хотя заказ, ну, все-таки, там, на 800 рублей достаточно большой заказ. Все, мы его приняли. Ага. Слушай, ну, как-то странновато. Ну, хотя бы 50 рублей, ну, могут дать, да? Ну, странно. Ну, типа, это же не так много. Понимаете, вы слышали, да, Союз? Еще раз скажи, пожалуйста, сколько у тебя зарплата? Ну, час 75, доставка 50. Человек доставляет еду вам, да, и получает, блин, за целый день практически косари. Тысячу рублей, блин, это очень мало. Мы шли очень долго, то есть мы только пешком 20 минут шли. Это прям реально много. Это трудная работа, я тебе хочу сказать. Санюк, я обратил внимание, что очень много доставщиков из Яндекс.Еды ездят либо на самокатах, либо на велосипедах. Можешь мне объяснить, почему ты не пользуешься таким лайфхаком, как самокат либо велик? Прикол, что не могу себе предупредить самокат или велик. Это за счет времени. Так как все мои забережения четко уходят по различным этим финансам. Санюк, куда ты тратишь свою зарплату? Ну вот так вот, по пунктикам можешь примерно рассказать? Сколько ты получил за прошлый месяц денег? Наверное, 9 тысяч. Подожди. 9 тысяч за месяц ты получил? Куда ты их потратил? Во-первых, у меня проездной, который надо платить каждый месяц. Это уже минус 500. Плюс интернет, это уже, ну, 600. Ага. А потом уже на свой телефон. Ну это уже тысяча. То есть это вот по-любому, вот, туда больше нужно дать денег вбухать. А потом, вот если маме надо, то есть закинуть, кошачий корм. Ну, виски даже все знают, сколько стоит. Потом на девушку ты деньги тратишь? У тебя есть девушка? Да. Ну, то есть еще какая-то сумма уходит на девушку. Объясни мне, у меня 9 тысяч, на что, как бы, каким образом ты умудряешься? Ну, как бы, каким образом ты умудряешься на 9 тысяч, это все, все сделать? Давай, тормознем, посмотрим, что там. Да, мне только что пришел заказ. Что за заказ, куда идти? Ну, нам повезло, рядом, Макдональдс. Опять Макдак? О, круто. Этот заказ забирать и относить, и вручать, собственно, клиенту буду я. Поэтому это мой первый раз, я даже немного волнуюсь. Получается, нам сейчас в Макдональдс, и от Макдональдса пешком нам идти 18 минут. Да. Санек, тебе обязательно нужен, я не знаю, какой-то транспорт, потому что 18 минут пешком, это, блин, это достаточно далеко. Давай мне сумку, чтобы я, как бы, выглядел достаточно натуральным доставщиком. Мне нужно подходить кассе или просто тут стоять? Ну, пойдем. Подписать что-то надо? Да. А почему вы снимаете на камеру? Потому что у меня есть желание. Подержи, Санек, пожалуйста. Все, я называю. Все, я на камеру. Пойдем. Все? Пошу. Так, короче. Наверное, это так, да? В общем, друзья, в Питере плюс 25 градусов. У меня черная футболка. Сзади огромнейший рюкзак с едой. И вы знаете, это действительно трудно. У меня просто вся спина, это водопад. Я натер ноги у меня. Ну, с учетом того, что я три раза хожу в зал в неделю и один раз в неделю играю в футбол. То есть, это достаточно тяжелая работа. И столько, сколько за нее платят, это, конечно, полнейший бред. Это того не стоит. Да, день добрый. Это Яндекс.Курьер вас беспокоит. Я вот здесь вот на ресепшене стою. Да, сейчас спускаюсь. Ага, хорошо, хорошо. Это, это мое альтер-эго, это Михаил. Давай сюда, все, первый рейд я сделал. Все, я теперь, ребята, официально, я официально, не хотела кофе, я официально теперь, понимаете, выполнил один заказ из Яндекс.Еды. Фух, блин. Опять не дали ничего ни на чай, ни копеечки не дали. Но, но клиент, которому я вручил, он, знаешь, был очень любезен со мной. И, в принципе, мне этого достаточно было. Капнул еще один заказик. Это Теремок, находится улица Блохина. Идти пешком туда, друзья, 30 минут. Это просто какая-то жесть. Полчаса пешком. Идти 30, но дали 18, да? Да. А что за бред, почему такой бред? Это норма, это норма. Это намек на то, чтобы сесть на транспорт. Знаешь, это не намек, чтобы сесть на транспорт, это намек, чтобы задуматься, нужна ли тебе такая работа. Понимаешь, что вот, мне кажется, они специально тебе намекают, типа, мы тебе даем мало времени, мало платим, чувак, уходи от нас. Слушай, тебя спрашивают, а почему ты на такси едешь, если ты должен пешком ходить? Да. Ну-ка, ответь. Да, что это? Идите пешком. Два километра тут вызвали такси. Как вообще работа в такси, расскажите, пожалуйста. Как? Ничего хорошего. Понятно. А часто попадаются какие-нибудь неадекватные клиенты? Ну, нет. А пьяные, может быть? Пьяные, ну, конечно, ведь такси. А сколько вы получаете? Ну, 75 рублей в час и 50 за доставку. 75. Ну, короче, в день это примерно косарь. Вот. Да ладно. 12 часов, 12 часов, да. 12 часов тысячи рублей. Да. Идите, учитесь на права. Да, я тоже самое спрашивал, Саньку, потому что это, ну, это катастрофически мало права. Сейчас вы на чай здесь дают. Пусть не так много ты заработаешь, но если ты девочка, то тебе могут... Ну, да, 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 тут есть, да. Тут, Саня, у тебя один вариант. Девочкой ты стать не можешь, но работать такси ты можешь пойти, поэтому... Да. Спасибо большое. Пожалуйста, здание, всего хорошего. Пока-пока. Прямо хорошо. Сейчас он взорвется. Давай. Благодарю. Достаточно хорошо хлопнув? Всего доброго. Да. Преклесно. Пока. Погнали. Пожалуйста, прибор внутри. Хорошо, спасибо. Все, до свидания. Ну, до свидания. Друзья, это типичные колодцы Санкт-Петербурга. Посмотрите, какие крутые у нас арки. Прям вообще, это пиндастрял какой-то. Скажи про свою девушку. Друзья, ну что, 8 часов вечера. Если честно, у меня уже просто нету сил. Мы только что отнесли последний заказ. Честно, я даже снимать не стал, потому что, по сути, там все одно и то же. И, ну... Сколько смертных. Да, на самом деле, эта штука такая, достаточно невеселая. Поэтому сейчас мы где-нибудь присядем, чуть отдохнем. И, я не знаю, поедем домой. Потому что, ну, сил у меня прям реально совсем нет. Санюк, а ты смотрел вообще у меня ролики на YouTube-канале? Ну, не все, но я только начал. Ну, ты знаешь, в чем суть, вообще, и смысл моего шоу «Жизнь на прокачку»? Ага. И что, в чем суть? Ты исполняешь людские мечты. Ну, верно, да. И я вот, знаешь, с тобой сегодня провел целый день на твоей работе. Понял, что это ебический адский труд. Вот серьезно, каторга просто жесть. Вот. И я вот перед тем, как с тобой встретиться, подумал, что вот, как можно прокачать твою жизнь так, чтобы тебе было вот прям круто. Ну, вот. И я долго, честно сказать, не думал. Ну, вот. И попросил своего друга, чтобы он подъехал. И сейчас пойдем, я тебе кое-что дам. Танек, это доставай, это теперь твое. Теперь ты сможешь, как нормальный человек, ездить на велосипеде и получать в два раза больше бабок, чем обычно. Ну, доставай. Прикалываешься? Нет, не прикалывай, доставай, это тебе. Ты меня тоже. Доставай, доставай. Тяни, тяни. Ну, тебе его нужно будет сейчас собрать, ты понимаешь это, да? Тяни его. Боже. Блин. Извини. Чего извините? Панический шок. Панический шок? Да. Есть чем разрезать? Нарви так прям. Прям покажи. Вот. Вот это нормально. Да. Ну, че, Санек? Спасибо, что собрал его. Помог мне. Не поверишь, но я воздержал слезы. Серьезно. Зачем ты держал? Я просто не хочу позориться. Но в этом мне ничего позорно. Мне вот сейчас реально неловко. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Ну, че, как? Нормально. Тормозит нормально? Да. Ну и круто, ну и круто. Все, спасибо тебе, Санек, большое. Обязательно скини видео, как ты пользуешься этим велосипедом. Свой, так сказать, видеоотзыв. Вот. И я обязательно выставлю вот следующий выпуск. Хорошо. Окей? Всем пока и удачи. Давай, давай. Субтитры сделал. Спасибо. Спасибо. Я домой, папа. Другой. Ну что, друзья, вот такой вот получился выпуск. Я, если честно, очень сильно устал. И вот сейчас на таких вот эмоциях, да, пока что не забыто. Хочу вам рассказать, что рабский труд, вот то, что делает Санек, это просто нереально тяжело. Казалось бы, да, возьми заказ, отнеси. Но если ты это все делаешь на твоих своих ногах, это просто нереально сильно его матает. Поэтому, друзья, я честно скажу, вот прямо с этого момента, прямо с этого дня я буду всегда доставщиком Яндекс.Еды или Деливери.Еды давать хотя бы хоть какие-то чаевые, потому что, ну блин, у них реально трудная работа. Я надеюсь, что я хоть немножко прокачал жизнь Саньку. Я надеюсь, что я хоть немножко ему помог, потому что, ну, я видел, как и другие ребята, которые вот на самокатах, на велосипедах доставляют еду. И все-таки я думаю, что им как-то вот поудобнее. И мне пришла в голову идея, что не подарить ли Саньку реально тоже велосипед. Потому что все-таки это полезная штука, да, и я думаю, что она принесет ему и пользу, и удовольствие. И он будет реально зарабатывать чуть больше бабок там. Ну, хотя бы там на косарь, на два косаря. Это все равно будет круто, поэтому... Тем более, я считаю, что он все-таки этого достоин. Он хороший парень, молодой, у него все впереди. И в любом случае, вот работа доставщиком вот этим... И доставщиком еды, это все-таки временная работа. И я желаю, чтобы она скорее... Ну, скорее у него уже закончилась, потому что, ну, это... Это работа так себе, честно скажем. Работа, это не работа мечты. Поэтому, друзья, буду рад, если вы поставите мне лайк, подпишитесь, напишите комментарий. И, ну, как-то меня поддержите. Вот, с вами был Александр Жучкин. Я очень устал, ребят. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok